Как сегодняшний день начался? Может быть, подарок какой-то был от команды Монако? Да, все как обычно. Тренировка. Точнее, завтрак, тренировка. Подарка никого не было. Будет вечером торт, я думаю. Ну, не больше. Так что, готовимся. А из Монако ты написал? Написали в группе, да. Там командная группа в WhatsApp есть. Написали, все поздравили. Послаблений никаких не было? Нет. Готово с банком? Нет. Как себя чувствуешь после сезона? Были травмы тоже. И здесь приехал чуть позже, чем остальные? Ну, в принципе, нормально. Сейчас втянулись уже. Нормально себя чувствовал. Первые дни тяжеловато было. Потому что было два выходных после игры. После последнего сезона я вообще ничего не делал. Второй день добирался и сразу такие тяжелые тренировки. Поэтому сейчас уже нормально. Еще? Черчевцев уже, наверняка, очень трудное собрание какое-то было. Какие-то задачи обозначались на Евро. Вот и для тебя успех – это вот что на Евро, если говорить о чемпионате Евро? Ну, задачи еще не обозначались со стороны тренерского штаба. Но все прекрасно понимают, что первый шаг – это выход из группы. Мы готовимся к этому. И мы все понимаем, осознаем, что мы должны сделать этот шаг. А дальше уже будем смотреть, наверное, по ситуации. Ну, понятно, что хотим зайти как можно дальше. Тяжело, наверное, сказать сейчас, какой успех был бы. Конечно, хочется выиграть. Это – брать максимум из того, что есть. Но все-таки первый шаг – нужно выйти из группы. Ты провел хорошую зону Монако. Можешь сказать, в чем ты пробовал, на твой взгляд? В чем-то там сильнее? Может быть, психологический, там тоже ментальность? И технические какие-то аспекты лучше стали выделить на себя? Ну, сложно, наверное, выделить какой-то один аспект. Мне кажется, что с приходом нового тренерского штаба стали все играть лучше. То есть мы выбрали другую схему, набрали других игроков. И как-то все-все пошло. И, не знаю, тяжело именно что сказать о себе. Время чемпионата мира сильный статус в сборной поменялся. Ты теперь лидер, один из самых важных игроков. Как ты себя чувствуешь? Нравится ли тебе, на тебя ориентируется? Ну, по большому счету, мне вообще никак это не лучше, не хуже от этого. Те же задачи – нужно дать максимум своей команде и делать все возможное от себя на поле. Как с тобой, друзья, уже проводил хороший сезон. В Монаке, замечательно, нет ли мыслей или, может быть, даже есть какие-то разговоры о следующем шаге в твоей карьере? Ну, пока вообще нет мыслей об этом. Понятно, там есть какие-то разговоры, конкретных предложений еще нет. Поэтому сейчас я в сборной готовлюсь, чемпионаты Европы, а там дальше уже будет видно. Конечно, если будет какое-то приговорение от суперкоманды, от супертопа, то, естественно, я пойду. Был вариант, подожди, был вариант Челси, когда ты выбирал эту тему, куда переходить. Вот если брать эту команду по финалу Лиги Чемпионов, вообще, в принципе, это было бы, наверное, то, что бы ты хотел? Еще раз не понял. Челси был одним из тех фундов, ребят, в Мофе Лиги. Ага. И если, с учетом Лиги Чемпионов, тренер, вообще, появилась эта команда, то, конечно, это тот пункт, куда бы ты хотел выйти? Сейчас, если перейти? Ну, да, в ближайшем. Ну, я думаю, что, понятно, Челси сейчас одна из самых лучших команд в мире, потому что, ну, все прекрасно видели вчера финал, и как они играют, как они прибавили по своему сезону. То, я думаю, что да. Супертоп. Когда выходишь на одно поле с Мбаппе, есть ощущение, что это какой-то недосягаемый космос? Ну, не то, чтобы недосягаемый космос, но точно понятно, что, ну, как мне кажется, с моей стороны, что это лучший игрок мира прямо сейчас. Это сто процентов. Что его выделяет? Ну, его подготовка физическая, его скорость, скорость принятия решений. Ну, то есть, все, в общем. Он во всем сильнее всех, как по мне сейчас в мире. Саша, вчера в финале для чемпионов Дебрюне получил тяжелую травму. Там перелом чрезвенно-лицевой кости, что-то с глазницей. Как думаешь, насколько это будет проще, если он не успеет восстановиться в нашей игре? Ну, не хочется так думать. В любом случае, там, всему желаю здоровья. Никто бы не хотел, чтобы из-за такого там... Ну, никто не думает об этом, что лишь бы он не восстановился. В любом случае, там, ну, даже мысли нет об этом. Это желаю здоровья. А сейчас вообще есть уже в голове мысли о первом матче на чемпионате Европы? И пока сейчас важнее Польша, Благодаря, и там только думаешь. Ну, понятно. Мы думаем, мы в основном готовимся больше, не к Польши же, а к Бельгии. Но все равно мы смотрим, будем сегодня смотреть Польшу. Потому что у нас сегодня играть ближайший матч. А, в общем, в целом, на сборах готовимся, естественно, к первому матчу на Европе. У тебя главный парень? Я думаю, Франция. Из МПП или из-за совокупности? Да, я думаю, совокупность у них очень сильная. Я думаю, самый сильный состав. Как тебе вообще вчера финал, с любой точки зрения, что понравилось, что может выделить там фактически? Не скучно? Не, наоборот, матч был классный, мне понравился. Там, может, первые минут 5-10 были тяжелые, потом они начали открываться, все команды, были контратаки. Я думаю, что Челси заслужил победу, потому что они больше создали в первом тайме именно моментов, которые могли привести к голу. И они уже дальше играли от результата. Поэтому, я думаю, матч был хороший. Пару вопросов заключительных. В Бельгии две тяжелые игры были в отборе. В чем стоит прибавить нам? Слаженно быть в прессинге. Один в один лучше играть, потому что у них на каждой позиции только игрок. Я думаю, что вообще во всем нам нужно прибавить. Как и в обороне, как и в атаке, так и в прессинге. Чтобы обыграть такую команду, нужно во всех аспектах гораздо лучше действовать. Заключительный. Есть? Да, можно? Да. Саша, в Монако, на стадионе, там же есть помещение для общежитий. И стена там заканчивалась вроде бы на подряг. Если какие-то новые изображения появились, может быть, реклама тебя туда поместить, как царя? Я не в курсе, кто кого помещать будет. Не знаю. Не знаю. Можно, чтобы мне бы заранее снимать.